Путин поручил выстроить работу по обеспечению военных Российской Федерации экипировкой. Можете себе представить, то есть такое вообще не должно быть, как даже вот нет войны. 50 миллиардов долларов каждый год тратили на армию. 50 миллиардов. Иногда под 70 они рисовали. Можете себе представить, то есть сколько там расхищали. Эрдоган, который тратит 13, у него там вся армия не то что экипирована, она там не знаю во что, вооружена, наряжена и так далее. У этих нет ни хера, кроме разрушенного автомата, тратили по 50 миллиардов. Сейчас 9 месяц войны. 9 месяц Путин обещает, то есть поручил выстроить работу, не обещает даже, я говорил соэкипировать, а поручил выстроить работу по обеспечению военных лаптями, экипировкой. Можете себе представить, это же просто безумие. Еще раз подчеркиваю, война идет 9 месяцев. Военные в лаптях воюют. И у Путина, да. То есть вот представьте, война началась 22 февраля. Ну, по крайней мере для Путина она началась, он уже прекрасно все знал. 22 февраля началась война, да, когда он ввел войска в ДНР с ЛНРом. Официально ввел войска, да. 10 лунных месяцев, да. Вот если бы в эту ночь был зачат ребенок, то полноценный человек родился бы 29 ноября. Ну, 10 лунных месяцев это цикл, да. 29 ноября был бы полноценный человек, представляете. А у Путина, блядь, лаптей нет для солдат. Он за 9 месяцев не удосужился ничего сделать. Наоборот, еще больше украли. Это просто жесть какая-то. Я удивляюсь. А войну-то зачем? Вот его спросить. Вот хотел бы я его допрашивать и спросить первую. Войну-то нахера, на чем? Ну, нет ничего у тебя. Даже одеть не важно. Оружия нет. Танков никаких нет. Вы сумасшедшие, потому что вы хотели выиграть войну на танках. Ее нельзя. Это пирожок с мясом. Я еще давным-давно это называл, да. Никаких войн не было. Ну, было ясно, что танки в этой войне, это все равно, что кавалерия во Второй мировой. Ну, вы идиоты. Ну, хоть бы танков наделали. Ну, у вас даже и этого не было. Вопрос. Зачем? В Ленобласти наладили переделку внедорожников Нива. Тачанку для фронта. Представляете? Вот посмотрите. Но самое интересное не это. Ну, понятно, что это смешная Тачанка, да, Тачанка-Ростовщанка. Это безумие. Хотя это в любом случае лучше, чем танк с табуреткой. Гораздо лучше, чем танк с табуреткой. И я думаю, что эффективность таких машин, если бы они сразу зашли в Украину вместо танков, да, была бы, ну, на порядок выше. Почему? Потому что танки за трое суток прошли 120 километров. Представляете, сколько бы эти могли проехать за трое суток, а их Путин мог бы наделать немерено. Но здесь опять возникает но. Это не государство делает. Это делает владелец автосервиса из города Луга, Ленинградской области. И наладил, значит, вот такие Тачанки, пикапы, да, и так далее, и так далее. Это реально более эффективные средства, чем те, которые гонят на фронт Путин. И оно выпускается, я говорю, каким-то владельцем автосервиса. То есть, каким-то там упулиным ватником и так далее. То есть, я думаю, что он должен за это потерпеть и очень серьезно. Алжир и Россия готовятся к подписанию мега-контракта на поставку вооружений на 17 миллиардов. Но это обхохочется. У Путина нет ни хера, вообще ничего. И он собирается продавать Алжиру на 17 миллиардов вооружений. Су-57, Су-34, Су-30, Антей-4 тысячи. Да, там, и так далее. Новые системы ПВО. С-300, В-4. Ну, жесть, конечно. Бред. Откуда он это возьмет? Не, ну, деньги они могут, наверное, набрать, но выполнять контракт они точно не будут. Им нечем. И вопрос сразу к Алжиру. А Алжиру-то это нафига? Ну, то есть, российская техника себя уже проявила как очень плохая. Не просто плохая, а очень плохая. Ну, и зачем? Система ПВО вообще отвратная. Вообще не работает. Зачем Алжиру не работающая техника? Или, может быть, это коррупционная сделка? Вполне допускаю. Ульяновский бунт мобилизованных. Да, то есть, по многим городам сейчас это происходит, потому что мобилизованным прекратили платить деньги. То есть, их мобилизовали. Их сейчас более-менее как-то экипировали, вооружили и говорят, так, сейчас мы вас повезем. Они говорят, стоп, вы нам обещали денег там по 200 тысяч, ну, где-то по 100 тысяч дать, чтобы мы семьям оставили. Вы там то обещали, мы здесь уже месяц сидим, вы нам зарплатку за месяц заплатите. А им говорят, вы на передовой, а мы тут решим эти вопросы. А им говорят, не, ребят, утром деньги, вечером стулья. Даже монтёр Мечников так говорил, да, помните, а можно вечером стулья, а утром деньги? Можно, но деньги вперёд. Помните, он говорит, Дуся, вы меня озлобляете, я человек истерзанный нарзаном. Вот там люди истерзанные нарзаном, конечно, да, и сейчас их пытаются обмануть на бабки. Потому что бабки, я так понимаю, уже поделили, да, а их, в общем-то, уже похоронили. Да, они тут ещё живые и денег требуют. Представляете, какой ужас. Сегодня пообщался с однослужниками ВКонтакте. Есть среди них мобилизованные, как они меня обзывали, что ты несёшь, какой бред, задал им вопрос, зачем вы мобилизовались, когда можно было не идти по повестке. Ну, они ручные, они не хотят это признавать, им стыдно, что они ручные. И ручным всегда стыдно за то, что они рабы. Они рабы государства, понимаете? Такие государственные крестьяне, крепостные, государственные крепостные. Жуть. Жуть. Продолжение следует...